Ребят, посмотрите на меня. Я весь в коричневых пятнах. Кто накакал в моей палатке? Признавайтесь. Мне почему-то кажется, что это Джонни. Именно. Конечно, сразу Джонни. Кто же ещё? Ну я слепой, я не видел чьей-то палатки. Ну, ай, ладно. Всем привет, дорогие друзья, с вами Стэк, и это второй выпуск нашего нового шоу в Симс 4 под названием Остаться в Живых. В предыдущей серии мы с вами знакомились с игрой, знакомились с островом, знакомились с нашими упоротыми персонажами, и пришло время теперь над ними издеваться. Над кем-то жизнь уже поиздевалась. Наградила зелёными трусами и заставила отжиматься. Ладно, ребят, угорать будем чуточки попозже. Сейчас поставим паузу, всё равно все спят, в принципе. И хотел бы вам рассказать немножечко о том, что, в принципе, будет в нашем шоу. Вы в комментариях писали очень много разных советов. И, кстати, насчёт сюжета, как они попали на этот остров. Вы оставили кучу разных идей, разных версий, как их всё занесло у наших героев на остров. Я всё почитал и пришёл к такому выводу, что не стоит брать отдельную идею. Просто вот отдельный комментарий. Чё? Чё? Ты чё? Ты смотри, не сгори тут. Хренов ты неудачник. Она на чём там говорил? Про комментарии. Я взял много комментов и как бы сформировал из них такую общую идею и общую историю, как они сюда попали. Во-первых, начнём с того, что во всём виноват дед. Так вот будем мы с вами читать. То ли он завёл их этот остров, то ли он что-то не знает, что он сделал, но он виноват. Во-вторых, люди писали много на то, что типа они тусили вместе, были на экскурсии вместе, типа они всякие друзья. Нет, это люди друг к другу незнакомые. Их дед как-то скоперировал и во всём виноват дед. Дед виноват. У деда коварный план. Вот на этом будем остановываться. Он чё-то... Смотри, он как в школе что ли, типа знаете, на стуле пишет, типа там это Светка Лох. Это тебе там Анастасия Шелюха там. У игры писька маленькая. Чё он там накалякал? Ночная жизнь она такая. Сводится здесь с ума. Смотри, как мудро, как мудро поступил. О, о, что за мусор? Кто его забросил? Непонятно. О, молодец. Ладно, давайте не будем мешать, у него агрессивная ночь. Кстати, вот о чём ещё хотел сказать. Предыдущее шоу у нас было Секс или Смерть под названием. Мы там выгоняли персонажей, и это было не очень логично. Я придумал новую идею, которая поможет нам и соревновательного духа добавить в шоу, и добавить интересности. Потому что никто вылетать не будет, всегда будет много народу. Я создам специальный, типа, список, список баллов. И в каждой выпуске мы будем проводить задания различные. И за эти задания они будут получать баллы. Кто-то меньше баллов, кто-то больше баллов. И в конце, в итоге всех выпусков, которые мы с вами приведём, мы будем объявлять победителей по количеству набранных этих баллов. Ну и также у нас будут разные номинации прикольные, типа, ну, всякие, знаете, типа, секс-символ проекта, типа, самый грустный человек. Кстати, можете написать эти номинации в комментариях. Это тоже интересная идея, типа, знаете, вот только заговорил о номинациях. Вот, знаете, пусть будет номинация пожар проекта. Вот, не знаю, кто больше раз сгорит, тот и получит номинацию. Ну, в общем, вы поняли, что писать. Ой, смотрите. Смотрите. Дедушка привёз с собой граммофон какого-то хрена и теперь хочет, это, обогатить музыкой тарелочку. Что? Видимо, тарелочке не понравилась музыка деда и он решил его выкинуть нахрен. Они всем, все занимаются одним и тем же, сейчас обратно сюда бросят. Не знаю, либо я гадалка, как это экстрасенс, либо они специально у меня на зло это делают. И, кстати, насчёт потребностей. Я хотел первую серию посетить проверки. Я так понял, ну, здесь нужда у них в этом проблем есть. Как бы, им кусты не очень комфортные, они ходят в кусты. Насчёт питания. Я вот думаю убрать холодильник, чтобы они не ели овсянку. Прощай, Муроско. Сразу так тепло, встал на острове, чувствуете? Этот холодильник всё обмораживал здесь. Многие, кстати, у меня спрашивают насчёт карты. Типа, создал ли ты её сам, скачал, где скачать её. Я создал эту карту сам. Я нигде её не скачивал, и поэтому вы тоже не сможете скачать, потому что я не знаю, как её выложить. В общем, надеюсь, я ответил на наш вопрос. Чё он там, покемонов в костре ловит? Ты чё? Там, там, там что, сквиртл что ли? Ой, 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 ой. Что-то я на суперскорости, как они выскочили из палаток все. Орут, ходят, жрать хотят. Смотрите, как будто в автобус зашёл полный бабушек. Всё такие, уступи мне место, дам мне покушать, сынок. Ой, ой. О, привет, да, да, здравствуй, здравствуй, милый мой. Ай-яй, смотри, тута. БУУУ! Ну, иди нахер. Ты меня испугал, а я в ответ тебя... Да, ты не договорила. Ах. Ах, да что... Они такие стоят, такие... Ах, ах, ах. Ах, хочешь научить тебя быть чёрным? О, нет. Почему? Да мне незачем это. Я не хочу этого. Привет. Я Чебоя. Тебе бы покакать. Могу позволить тебе это сделать. Ну, ладно. Пойду я. Иди, иди. Я не держу. Бегом, бегом, Форест. Бегом, говорят, а ты вон сжался. И ещё и она за ним. Как обычно, у нас чёрный друг остался один. Никто его не трогает. Скучный ты, парень. Давай, твори экшен. О, природа какая. О, великолепно. Куда все пропали? Почему никого нигде нету? Там Джек, он с... Кокетливый... Кокетливый... Ты мной кокетливый, что ли, тут? Ну да? На тебе в лицо! Чё? Какого хрена? Мажор Херов, ты меня облил. И я тебе за это отомщу. Как? Ты не можешь. Могу. Ну давай, докажи. Докажу. Вон, самый правильный человек. Натянул алюминиевые огурцы. И пошёл. Видите, кстати, без сосисок, ой, без холодильника им достаточно интереснее выживать. Здесь, смотрите, все хотят жрать. Просто. Вот, вот они... Вообще все... Я вот сейчас всех прощёлкал. У них всех еда на минимуме. И чё-то я... Ладно, хватит смеяться, ребят. Дело серьёзное у нас впереди. Нам нужно сегодня устроить хотя бы какое-нибудь одно испытание. Как насчёт играть на гитаре? Может быть, сделать такой конкурс? Типа, знаете... Точно! Сегодня будем делать конкурс песни. Идея вроде бы неплохая. Давайте играть на гитаре. И, кстати, ещё им нужно сделать... Жарить на гриле и есть. Пусть вон общение у костра будет ещё. Вот, чтобы они играли на гитаре и общались у кострах. У кострах. У костра. Вот, замечательно. Только осталось, чтобы наступила ночь, потому что чё-то... Ну, знаете, пение у костра это вечернее дело. Да ладно! Ты чё творишь, Рэйчел? Это вообще-то сосиска, а не палка. Ты изменяешь своим взглядом на жизнь? Непостоянная женщина. Вон, Джуни Пафос, смотрите. Бежит устремлённых к своей цели. Давай! О, я не вижу струн, простите. О, 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 ой, 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 пошло. Смотрите, они наконец-то начали пользоваться этим костром. Тут стоит домик с манекеном. Они тут костром пользуются. Неужели они интересно поглазеть? Смотрите, какие соски у него встали прям. Ой. Ой, пенёк горит! Ой, боже мой, давай! Форестгам, давай! Охотники за проведением какие-то с удушительным встали тут. Настолько я слепой, Что не могу попасть по струнам. Я мальчик очень холостой. Куда? Куда он так побежал? А это на коленке сел. Палки жарит. Еда, что ли, кончилась? О, весело вам. Что он? Он... А, я понял. Он слепой, и он думал, что он сиськи трогает чьи-то, Но потом понял, что он ничего не трогает. Я столько лет ходила по траве. Мои штаны. Их словно нету. У тебя что, гитара сломалась? Смотри, она звук не издаёт. Вроде всё... Ну, ты чё? Всё? Вообще на паузу встала? Ребята, у нас проблемы. Рэчел встала. О, она ужила. Ужила. Смотрите-ка, всё. Отлично. Жизнь идёт в гору. Там чё, очередь в кусты, что ли? Чё-то у меня половины персонажи зависли, Они сейчас так с голода сдохнут. Нужно срочно перезайти в игру. Дед! Ты весь провонял в... Просто в дреснину. В душ, быстрей. Почему ты сам этого не смог сделать? Смотри, смотри, он просто сейчас сгниёт. Я слепой. Я не вижу ваших мыслей. Я настолько харчо. Всё. Опять. Ё-моё, грёбанный пожар. Затушите вы эти костры обоссанные. Пойдёмте, ребят. Время уже к ночи. Нам пора устраивать дискотеку. Ну, ну, не дискотеку, конечно. Все идём сюда. Вот чёрный, ты садись за стульчики. Ты на пенёк давай. Сейчас мы будем петь песни. Ох, это будет огонь. Я дедушка-герой. Я в вес сюда привёл всех. Не зашло что-то, да? Пусть Гамп споёт. А, петь песни. Я столько лет стоял на дне. Теперь я мальчик. У меня не было члена раньше. Аккорд забыл? А! Ой-ой-ой. Это чё? Разбежу. Смотри, смотри. Всё, всё. Только вторая серия. У них уже капец. Жопа рвётся. Э-э-э. Это не моя палатка. И зашёл. В вонючую среду. Ой, ребят. Ладно. Конкурс с песнями не очень получился. Как бы слишком творческая. Слишком творческая жилка. У всех другие проблемы. Они хотят срать, они хотят кушать. Не до гитары. И тем более не до пения. В следующей серии устроим конкурсы. Вот прям на 100%. Какие-то более посерьёзнее, покруче, что ли. Такие вот прям мощные конкурсы. А пока что, чтобы как-то поддержать персонажей, можете перейти в группу ВКонтакте и проголосовать за своего любимого героя и самого достойного выживальщика. Как бы это голосование будет закреплённое на все выпуски, но не будет меняться, как у нас было в прошлом шоу. Оно будет вечное. То есть голосуем в течение месяца, можно сказать. Такие вот дела. И, наверное, давайте потихоньку загругляться на наши герои. Ой, серия сегодня трюшовая. То, кто тут сгорел. У кого-то понос. У кого-то... Ну, в общем, вы сами все видели. И если вам эта жесть, которая сейчас вам понравилась, он аж стул сгорел, твою мать, то можете поставить лайк. Также можете подписаться на канал. Ни в коем случае не жарьте палки, иначе у вас язва будет. Тут люди подают плохой пример. Не придерживайтесь им. Просто ставьте лайки и ждите новых-новых серий. С вами был Стэк. С вами был второй выпуск шоу Остаться в живых. Ждите новых видосов. С вами был Стэк. С вами был Дед. Всем пока.